Уважаемый Александр Иванович, я Тупиков Евгений Евгеньевич. Прошу вас разобраться с произволом в отношении меня со стороны сотрудников отдела полиции Калининский, которые фактически сфабриковали уголовное дело в отношении меня. Мне 18 лет к уголовной ответственности не привлекался. Я учусь на пору кондитера. Специально взял академический отпуск, чтобы пойти служить в армии, защищать родину. 22 ноября меня должны были призвать. Я проживающий в деревне Шмаковка Калининского района Срадской области. В ночь с 13 на 14 ноября была совершена кража из дома, находящегося на нашей улице. В ходе кражи был похищен аккумулятор и бензин 30 литров. Похищенный аккумулятор вскоре был подброшен на то место, откуда похищен. Один из жителей нашей деревни сообщил сотрудник полиции о том, что якобы я причастен к данному преступлению. 15 ноября меня опрашивал оперативный сотрудник, которому я сообщил, что к данной краже я не имею никакого отношения. 24 ноября в отделении полиции в связи с оказанием на меня психического давления и непониманием всех последствий я оговорил себя, дав признательные показания, что я совершил данную кражу. После чего мы проехали на место преступления и я показал, каким образом совершал его. Хочу пояснить, что после этого дня следователи меня в отделении не вызывали больше. Об этом я рассказал своей матери. На следующий день она обратилась за помощью к адвокату из города Саратова, Венеционову Денису Владимировичу. Я также по телефону рассказал ему ситуацию. Адвокат попросил взять у следователя, который ведет мое дело, мои показания. 27 ноября в понедельник я приехал в отделение полиции к старшему следователю Дуденкову Андрею Николаевичу, который вел мое дело. По моей просьбе он снял копию с моих показаний из дела и дал мне. Я их показал адвокату Денису Владимировичу. Он сразу спросил меня, почему на них стоит 25 число, а нет 24 и нет подписи защитника, который был со мной при допросе. Я сказал, что не знаю. Адвокат при мне расписывался. Я также сообщил ему, что росписи на протоколе не мои. И 29 ноября с адвокатом Денисом Владимировичем приехал в отделение полиции Калининский к следователю Дуденкову. Адвокат сказал, что нам нужно провести дополнительный допрос. Следователь пояснил, что дело уже в суде. Адвокат показал ему копию моего допроса и спросил, почему он. 25 ноября следователь сказал, что он опечатался. Также на вопрос, где обвинительное заключение, он сказал, что отдал его адвокату, который был на предварительном следствии. Хочу сказать, что до сих пор я копию обвинительного заключения не получил. Хотя в деле имеется расписка, якобы с моей росписью, что я его получил 29 числа. 1 декабря адвокат Денис Владимирович приехал в Калининский районный суд для ознакомления с материалом уголовного дела. Взял меня с собой. При ознакомлении с материалом уголовного дела выяснилось, что на всех допросах в качестве подозреваемого от 24 ноября, обвиняемого 25 ноября и протоколе ознакомления с материалом уголовного дела 26 ноября тоже не мои подписи. Почерк в протоколе ознакомления с материалом дела, где я заявляю, что никаких ходатайств тоже не мои. Это видно даже визуально. Кроме того, ни 25, ни 26 числа, это суббота и воскресенье, меня не вызывали. В эти дни ни с кем из сотрудников полиции я даже по телефону не разговаривал. Также в уголовном деле имеется заявление от потерпевшего от 23 ноября и 26, что я ему возместил ущерб. Хочу сказать, что никакой ущерб я ему не возмещал, потому что преступления не совершал. Также я видел, как расписываются потерпевшие, и росписи на них не похожи на те, которыми расписываются потерпевшие. Получается, что с момента моего допроса и поступления уголовного дела в суд прошло 5 дней. И это с учетом выходных дней. На 14 декабря у меня назначено уже судебное заседание. Меня пытается объединить в совершении тяжкого преступления, которого я не совершал. Александр Иванович, убедительно прошу вас разобраться с данной ситуацией. И с фабрикованным уголовным делом в отношении меня.